Вот я вам скажу, я не просто так эти вещи говорю. В этой части света мы страдаем от того, что слишком любим. А в других частях мира, из которых мы пришли, они страдают от того, что их мало любят. Понимаете? Понимаете, да? Если вы там были, то знаете, родители не парятся. Ребёнок не слушается. И готово. Дело в шляпе. Не слушается? Всё, делов-то. Ребёнок не слушается. Или жена, например. Там слишком мало любят в тех частях света. А мы здесь, наоборот, слишком любим. И те, и другие страдают. По разным причинам. Ведь если будешь слишком сильно любить, точно пострадаешь в долгосрочной перспективе. Мне человек рассказал, он в Эдмонтоне живёт. Здесь, в Эдмонтоне. Вот не так давно, в том году, мне человек рассказывал. Говорит мне, значит, я для своей жены вот то-то сделал, и ещё вот то-то сделал. У неё комфортабельный дом. Я работаю, здесь кручусь, там кручусь. Она хочет это, я даю, хочет того, я даю. Много даю. Через какое-то время ещё что-то захотел, я дал. А ещё у меня несколько детей есть. Я денег достаточно даю, чтобы и на неё, и на детей хватало. И однажды, после многих-многих лет, она ему говорит. Дескать, она несчастлива. В смысле несчастлива? Как так несчастлива? Ну, несчастлива она. Когда я с ним поговорил, минут 45. Спрашивал одно, другое, третье. Я говорю ему, я скажу тебе, в чём дело. Твоя проблема в том, ты её разбаловал, распустил. К сладкому приучил, и кислого уже не хочет. А если приучил к кислому, ну, тогда другого уже не хочется. Надо соблюдать равновесие. Говорю, ты слишком много дал ей. Надо обратно ситуацию выправлять теперь. И, субханаллах, когда Коран говорит, что мы должны следовать прямым путём, это значит равновесие даже в наших эмоциях. Даже в гневе соблюдай меру. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, в гневе знал меру. И здесь есть чему поучиться. Ведь некоторые из нас, когда в гневе, превращаются просто в халков. Рвут и мечут. Зачем такое вытворять? Злится, тарелки бьёт, превращается в монстра, руки у него чешутся. Ударяет куда-нибудь по стене, например, в дверь. Халк просто, да что с тобой, брат? Чё ты себя позоришь? А другие люди, вот есть и такие, причист величайший Аллах. Сами злятся и просто сидят. Злится, но сидит. Эта злость клокочет внутри, разъедает его изнутри. Он людям жалуется, но проблему не решает, не может позицию отстоять. В Коране Аллах говорит, что должна быть уравновешенность. Гневайся, если есть право гневаться. Отстаивай своё право. И Коран говорит об этом. Вот, например, смотрите, много раз пророк Мухаммад отстаивал свою позицию. Люди приходили к пророку, провоцировали его. И посланник Аллах отстаивал права. Он чётко очерчивал границы. Вот так, вот линия. Её не пересекай. И, субхан Аллах, поучиться нам надо этому. Некоторые, какую бы линию ни прочерти, всё время испытывают тебя на прочность, чтобы эти границы отодвинуть. Всё время пытаются границы немного отодвинуть. Как-то в собрании пророка, салаллаху алейхи вассалям, кто-то начал спрашивать. Вопрос за вопросом, один за другим. В том числе и глупые вопросы. Равновесие соблюдай. Вот, например, в Коране приводятся некоторые вопросы. Они спрашивают тебя об опьяняющем и об азартных играх. Насущные вопросы. И пророк отвечал по Корану. Они спрашивают тебя о сиротах. И Коран даёт ответ на это. Аллах говорит, они спрашивают тебя о менструациях. Коран отвечает на это. Уместные вопросы. Но потом, однажды, когда задавался вопрос за вопросом, один за другим, однажды, глупый вопрос был задан. Один из людей в собрании пророка, салаллаху алейхи вассалям, говорит пророку, «О, посланник Аллаха, у меня вопрос». Какой вопрос? «Вот мой отец, это мой настоящий отец?» Человек уже перегибает. «Мой отец, — говорит, — мой настоящий отец?» И тогда Аллах ответил красиво. Аллах говорит, «Сурма и да пятое, аят сто первый. О, те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам». То есть, если я сейчас из уст самого посланника Аллаха услышу, что мой отец не родной мне отец, представьте, «О, посланник Аллаха, мой отец, это настоящий мой отец?» А пророк скажет, «Нет». «О, боже, как ты жить будешь после этого?» «Как жить после этого будешь?» Поэтому Коран говорит нам, «Соблюдайте равновесие в том плане, что границы надо чувствовать в том, что спрашиваешь». И пророк, салаллаху алейхи у салям, в данной ситуации не дрогнул. А потом, как бывает, когда подобное случается, каждый раз люди пытались тебя сюда склонить, в эту сторону, а потом начинают в обратную сторону клонить. Иной раз люди как делают? Ты на своем стоишь, они с этой стороны не добились, и отсюда тоже не смогли. В итоге они вообще от тебя отдаляются. Бывает такое. И в той ситуации, что дальше случилось? Сахабы испугались. О, Боже, никто ничего не спрашивает теперь. Боятся люди вопросы задавать? А как понять, какой вопрос правильный? И тогда Аллах отправил ангела Джибриля, алейхи салям. И тогда случилась та известная ситуация из хадиса о Джибриле. Ангел Джибриль, мир ему, пришел в образе мужчины. Пришел к пророку, салаллаху алейхи у салям, сел перед ним и задал ряд вопросов. Что такое ислам? Что такое иман? Что такое ихсан? Все это случилось после той ситуации, потому что сподвижники вопросы перестали задавать. И это снова вдохновило их на вопросы.